Уважаемые параметры, очень приятно, что у вас здесь много. Мы начинаем нашу первую конференцию 38-го Московского фестиваля, хотя формально он еще не начался, он начнется завтра. И вот первым нашим, на мой взгляд, замечательным подарком Московскому фестивалю станет премьера фильма, который только что увидели. Это, я так понимаю, самый первый показатель, который вы сделали, который я раньше не видел, вы первые. Мы после Брэда Питтов, Уилов Смитов, Шарли Стерон решили вернуться к России. И, по-моему, это очень правильно, надо возвращаться к нашим замечательным классикам, которые демонстрируют свою художественную молодость, азарт. И я поздравляю Сергея Александровича, это, по-моему, замечательная картина. Я представляю здесь участников нашей фресс-конференции, напоминаю вам всем, что во время фресс-конференции желательно, точнее, обязательно нельзя фотографировать, во всяком случае, со вспышкой, потому что мы мешаем таким образом операторам. В чем проблема у нас в зале? Тихо. И так как... Нет, продолжаются какие-то проблемы. Давайте сейчас выманимся и начнем работу. Значит так, участник фресс-конференции. Сергей Славьев, режиссер. Антон Трюшников, продюсер. Наталья Трюшникова, продюсер. Николай Суслов, актер. Илья Неверняк, актер. Здесь хоть кто, простите, я думаю, вы поймете, почему не доехал сюда из-за пробок. Но я думаю, что постепенно мы будем расширять состав участников. Аклайша Ловская пинца. Андрей Геласимов, писатель. Он за рулем сейчас. Тимофей Ловов, император-постановщик. Сергей Иванов, художник-постановщик. У нас будет возможность сегодня, я надеюсь, если у нас все работает, встретиться и с актером-композитором Бастой при помощи телемосла. У нас, по-моему, при этом все готово. Не смогут, не смогут. А вот, пожалуйста, я, он нас слушает. Здравствуйте. Поздравляю вас при Вере. Первый. Спасибо большое. Замечательно. Добрый день. Великолепно. Значит, Сергей Александрович, в какой степени эта картина для вас была, вашей Соловьевской картины на 100%, а в какой степени вы почувствуете, что вы делаете что-то принципиально новое для себя? Ну, такого чувства, то есть, в общем, от того, что я живу водой, я катился, стал совершенно новым, совсем не застарованным, 18-летний, ничего этого не было. Ну, вот я и снимал какую-то, ну, одну из своих картин. Я когда-то прочитал «Мутлюфон». «Чего бы вы хотели в жизни?» Он говорит, да ничего бы я не хотел в жизни. Я хотел бы в жизни, чтобы быть просто, значит, французским кинорежиссером, которому выпало счастье снять два десятка или чуть больше картин. Вот я думаю, что это очень правильная такая позиция. Несмотря на то, что я великое трюфо, я не к величию примазываюсь, а к логике их мыслей. «Чего бы я хотел?» «Ничего бы я не хотел!» Я хотел бы быть русским режиссером, которому выпало счастье снять, значит, два десятка или чуть больше, когда-то чуть больше, мне то 23-й, мне то 24-й картин. Я их уже, так сказать, проще, так сказать, так уж считать. Но вот это ощущение радости того, что все продолжается, у меня было. И не слышу, и не было никакого, такого, так сказать, желания, как по-самому себя, вштырить, там, наколоть, что я сейчас буду совершенно новой, непредсказуемой. И ничего такого не было, и на это я не рассчитывал, и не хотел рассчитывать. И самое главное, вштырение в жизни, и в том смысле, что до каких пор ты будешь новым интересным, до тех пор, пока ты будешь жить просто. Обыкновенно, естественно, жить. Вот я очень благодарен этой картине и своим продюсерам, сутругам-треушникам, которые как-то сняли с самого начала с меня такой, ну, что ли, немножечко такой, рабью такую улыбку, что я должен, значит, делать что-то, как мне скажут там мои руководящие какие-то лица. Не было руководящих людей, потому что, как я понимаю, у них и их радости тоже были вот такого типа незатейливыми, как и у меня. Поэтому ни о каких дьявольских новшествах я сказать не могу. Самое главное дьявольское новшество – это счастье, которое выпадает на любой картине, к которой ты хорошо отношуешься. Я как-то ко всем более-менее хорошо отношусь, к которым я снял. Это встреча с новыми людьми, поэтому вот это… Но это, наверное, не дьявольское, все-таки божественное множество. Да, божественное. Ну, хотя тут граница вообще с трудом определяется, но во всяком случае я действительно очень благодарен и своим продюсерам, и своей группе, которые, ну, потрясающие люди, и бастер, я тебя тоже приветствую, и должен с вами вместе. Вот. Это все новые люди в моей жизни. Многие, многие. Допустим, Сережа Иванов, у меня с Сережей Ивановом просто жизнь прошла. И сколько мы сняли уж картины вместе, я не знаю, 5, 6, 7, тоже уже не считал. Вот. Но вот это самое главное новизна. Люди. Сергей Александрович, соблюдайте дисциплину, пожалуйста. Да. Я учусь, учусь. Сможно. Я хотел бы обратиться к нашему музыканту с вопросом, почему он где-то далеко, и будет ли он завтра ближе к нам на открытии Московского киносестиваля. Добрый день. Меня слышно? Да, хорошо. Вас слышно великолепно. Я далеко такой прекрасный, прекрасный, как я у нас на свой стол замечательных людей. Я завтра приезжаю, что-то в Москве, к сожалению, не смог сегодня присутствовать. Вот. Завтра я на месте. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, как Вы оцените свое собственное со-творчество с нашим замечательным метром. Вы сразу нашли с ним общий язык? Это, Вы знаете, общего языка, по дисням, общего языка, да, немного, здесь о дружбе, мой хороший друг, Артур Требушников. Мне позвонили, я сказала, если ты приедешь, если ты приехал, я приехал, если ты сказал, вот смотри, вот так, вот так, вот так, и я покорно скажу, я здесь, я, если это нужно, я буду. Вот, все начало, с маленького разговора превратилось на меня в большую историю, которая через свою жизнь меня видела. Так вот, прошла, за что я, безумно, благодарен. Скажите, пожалуйста, все песни, которые вы здесь, замечательные, кстати, песни, которые вы здесь слышали, были написаны специально для фильма или что-то было написано ранее, прошло фильм? Вы знаете, вот, от чудеса, от Сидая Санкт-Петербурга, о магии, о мальчинстве, о чудеса, Сидая Санкт-Петербурга, у нас в студии, он показал мне несколько совершенно своих композиций, он сказал, вот это хорошее, вот сюда еще, преди купит, вот это хорошо, и все. За что я вам безумно благодарен, что это песня, не много таких песен, которые появляются благодаря участию людей, взрослых, так сказать, не тех людей, которые, например, у меня есть, а вот случайно, это магия, за что благодарен. И песню проявится страна, вот я выступал на концерте, и это было чудо, даже, что вот все случайно совпало, мы благодаря всем людям, которые сидят за этим столом, мы умеем эту песню, я в том числе получусь, что мы благодарим. Спасибо большое, жду вопросов из зала. Кто первый? Микрофон, будьте везли. Петров? Да, да, да. Александр Шпагин, а где ваш микрофон, господи? Сейчас вам девушка, замечательно, везет микрофон. Нет, 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 разумеется, кто? Александр, выстроитель сформулирует кратко ваш вопрос в однажды. Ваши лицензии мы потом обширны, почтем. Нет, ну это ж не круглый стол, конечно, я прекрасно понимаю, что нужно максимально кратко. Сергей Александрович, значит, в программе САС, которая была у вас в 90-е годы, вы говорили о том, что в основе многих ваших картин лежит некий острый, странный визуальный образ, с которого все начинается. Вопрос такой, был ли он здесь? И что для вас здесь было первичнее в создании этой картины? Жесткая концепция? Ибо, на мой взгляд, у вас есть и очень концептуальные фильмы. Или все-таки импровизация? Ну, во-первых, спасибо вам большое за открытие. Не даром ходишь на пресс-конференции, вообще на фестивале, узнаешь что-то новое о своих картинах, как, например, то, что она жестко концептуальная. То есть, как раз, когда меня спрашивают, я спрашиваю, что вы делаете сейчас? Что вы снимаете? Я все пытался из себя выжить какую-то такую концепцию. Вот. И никак не мог выжить. И, значит, честно говоря, про что вы снимаете? Честно говоря, я прокеты, прокеты, прокеты я снимаю. А других мыслей нету? Нет, нету. Нету, совсем нету. И поэтому, видите, там, значит, наверное, есть какая-то мысль. Не туань, как, как, я же испорчил Львову Николаевичу Полстыню, например, на нашей картине. Про что он на Калинина? Ну, я всегда тоже говорю, про что, если честно, про то, что не нужно изменять мужа, иначе попадешь по паровозу. Там была жесткая концепция. Мы с семьями, мы с неизмем. Так и здесь. Это антивоенная картина? Или это провоенная картина? Это... Я не знаю. Я знаю, что для того, чтобы была какая-нибудь концепция, какие-нибудь фестивали, какая-нибудь жизнь, чтобы кому-нибудь что-нибудь нравилось или не нравилось. Ну, как изначально, да, нам всем нужно бы остаться живыми. Вот. И вот вся моя концепция заключена в том, что, чтобы не происходило, очень хотелось бы, чтобы как можно больше из нас и из наших детей, и из детей наших детей оставались бы в живых. Просто в живых тогда и будет хорошо и интересно. Все мои мысли. Я представляю, есть ощущение продюсеров, которым пришелся от Соловьев и сказал, знаете, я хочу снимать и только про Гейда и больше ни про что. Какие были ваши ощущения, на чем вы сошли в таком случае? Вы знаете, это как-то так сложилось очень интересно. У нас была вторая встреча с Сергеем Санычем, в принципе, в жизни. И при первом, как так сказал, ну вот, малобюджетное кино, никто не финансирует. Мы, что-то второй раз как встретились, и мне стало интересно хотелось бы подробнее рассказать, что он подразумевает монобюджетное кино в его восприятии лично. Он начал рассказывать про рассказ Кеды, про Андрея Геласимова, про их путь, насколько он ему поправился именно как писатель. Я что-то как-то так задумался и подумал, все-таки, какая может быть цена воплощения и председания Геласимова салобьем. И потом получилось так, что бюджет картины оказался достаточно прилично, но по моим подсчетам это как бы не так, это около 30 миллионов рублей итоговая такая смерть. Потом, еще когда нам стало близко, то, что там снимается и ребенок-аутист, то есть небольшая часть посвящена как бы вот этой линии психического здоровья, чем у меня супруга занимается. Ну и потом меня всегда волновало состояние, скажем так, музыки в некоторых таких аспектах ввиду моей близкой дружбы с Василием Михайловичем. Я спросил Сергея Александровича, кого вы рассматриваете в качестве автора саундтрека? Он тогда еще не слышал про Басту и я ему такую небольшую рассказал лекцию. После чего он подумал, а почему бы не попробовать и не познакомиться? Вот, в принципе, такая, скажем так, это начало истории и меня очень заинтересовала лично вот связь Геласимов с Соловьем и Куленко и я прочитал, что это может быть очень интересно таким классическим историческим проектом. Понятно. Спасибо. Вопрос первого ряда. Представьтесь, пожалуйста, микрофон. Николай Владкин или кинокритиков. Большое спасибо всей команде за удивительный фильм. Я не могу удержаться от этой маленькой реплики рецензии. Каждый, наверное, увидит в этом фильме что-то свое, но я посмотрел его практически как кусок своей собственной жизни. Правда, моя подруга, очень похожая внешне по героиню, закончила психушку, а сын у нее нормальный. А вопрос у меня вот какой-то. В вашем фильме можно увидеть зашкаливающее, наверное, количество разных кинематографических аллюзий. Но вы сами, Сергей Александрович, ведь когда-то снимали фильм очень-очень похожий по обрамляющей рамке. Это был спасатель. Вот связан ли как-то эти два фильма для вас в вашем представлении? Спасибо. Спасибо. Ну, конечно, связаны, потому что они в общем, обе этих картины я снимал, конечно, ну, как-то они связаны. Вот, но на самом деле как-то их увязывать одну с другой, и у меня не было таких ни планов, ни идей. Ну, связаны, потому что они, конечно, связаны хотя бы единством довольно длинной моей жизни. То в том, что это длина жизни она прошла в кино. А так уязвать их нет, я не мог бы. Понимаете, меня действительно жалко, Геласимова нету. Не пришел Геласимович. Меня действительно прежде всего первое, что меня сразило в этом деле, это Геласимов. Потому что если бы я хотел там связать спасателей или еще что-то, я бы мог там создать какую-то... Нет, ничего, Геласимов. Я просто поймал себя на том, что я студентам несколько раз пересказывал своими словами рассказ Геласимова. Я его не собирался снимать совершенно. Я просто пересказывал. А что это такое вот пересказывание? Это такое как бы, так сказать, такая увлеченность, которая ничем как просто пересказом не может быть выражена. То есть сказать там да, вот он поднял пластыль, ну, опустил пластыль, так сказать, там ничего. Ничего не про пластыль я не знал. Мне так понравилась идея, что человек не знал покупать ему кеды или нет на какие-то тайно сэкономленные деньги перед уходом в армию. А потом пришел к мысли, что все-таки покупать. Вот это колоссальная работа мыслей. Все-таки покупать, потому что будет тогда мотивация из армии прийти назад. Кто-то будет ждать тебя, а ждать тебя будут кеды. Вот это вот простейшая вещь, которая погружена в систему наших естественных реалий. она меня заворожила. Ведь тут очень важно в этом деле, чтобы возникала какая-то совместная ворожба. Совместная ворожба. И вот я говорю, первоначальным автором ворожбы был Гевасимов и вся группа, которая сидит здесь, они все очень помогали выражить. Помогали выражить и выражили сами, как могли. А у Гевасимова да, вот я могу сказать, вы меня спросили про новое, да? Вот я самое новое, что вспоминал, когда снимал эту картину «Истречался с Гевасимовом», это альманах «Торожские страницы», которые вышли в 58-м или 59-м годах, вот, где были гениальные рассказы Казакова, Публикова, гениальные, с которыми родство, вот так же, как вы сейчас сказали о спасателе, вот там какое-то родство, Гевасимовский, Гевасимовский прозы с этими «Торожскими страницами». И если бы меня спросили, какая новость вас бы ошеломила и потрясла сейчас, вот если вы сейчас мне бы сказали, знаешь, вышел второй дом «Торожских страниц» с тем же качеством прозы, который был в том, который был. А там была Куджава, там была Атмандулина, там какая-то такого класса литература. И вот Гевасимов, он начал всю эту систему «Ворожду» «Торожских страниц», которая лично меня она очень сильно увлекала, изовлекала и привлекала. Ну, уже потом закрыли эти, в Торожские страницы, разругали и был скандал. Статушки присутствовали? Да, конечно. У нас же сейчас время другое. Через череном была Куджава и Казахова. Да, там Ао Куджава там был Бучзаровский Аэр. Конечно, никого целый историк. У Самойлова потрясающая погода. Я говорю, вот какая-то такая, это были не художественные произведения, это был воздух эпохи. Вот так важно, так сказать, сейчас чего-то вот, если меня спросить, вот что полезно, что бесполезно для кризисного состояния, посткризисного или недокризиса, состояния, мне очень важно, чтобы воздух более-менее возвращался, живительнейший воздух и скучный. Спасибо. Таня Ушпаковович, что-то будьте любезны, дайте. Я могу так. Нет, так и надо, иначе не запишут ваш вопрос. Не хотел бы, как говорят наши коллеги, никого обижать прежде всего о главе, но у меня интересует один вопрос. Сергей Александрович, долго искали Джаггера и Красного? Чего я? Джаггера и Красного, двух героев. Долго ли искали? Вы знаете, вот эта картина, мне дорогая тема, я вообще противник кастингов. Вот противник кастингов. Когда приходят и дают бумажку, ну-ка скажите, как бы вы сказали от имени героя эту фразу, ой, что-то я сегодня разволновался, или разволновалась. И они там приходят, люди с высшим называнием, ой, что-то я сегодня, ой, что-то я сегодня делаю. Я увлежден, что что-то не нужно делать. Ну, разволновался и разволновался хорошо. Там кастинки не нужны, должны люди материализовываться из воздуха. Вот Аглая у меня материализовалась из воздуха. Понимаете, я у Говорухина на этот сал, на каком-то юбилее был, вот, и там Аглая пела, и я говорю, так это та Аглая, которая, да, вот она смыслобразно материализовалась из воздуха. Коля Суслов, он поступал ко мне во ВГИК, а потом по, так сказать, указанию бабушки перепоступил в Щукинский, и мне бы надо было его... О, пришел Геласинов. Геласинов. Андрей Геласинов, пожалуйста, будьте любезны. Будьте дать. АПЛОДИСМЕНТОМ АПЛОДИСМЕНТОМ «Ребята, вот у нас был такой волосатый такой тип, он куда-то ходил, ходил, к нам поступал, а потом исчез куда-то. Найдите мне его, пожалуйста». И мне его нашли. То, что он похож на Джаггера, это выяснилось в процессе киносъемок. Поэтому это, по-моему, вообще чуть ли не Ивановская находка, который делал там дизайн кухни в этом деле. Ну да, 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 мы с ним говорили, он на Джаггера похож. Давай Джаггера на Смьем фотокарте. И вот пошел Джаггер, 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 Джаггер. Вроде как случайно, нет, не случайно. Ну не случайно, художественно не случайно. Зачем это нужно? Незачем. Художественно не случайно. Илья Нагерняк, который играл у Красного, мы не сказали автомобиль. Не Нагерняка, а автомобиль. И нам сказали, а вот у нас под Севастополем сейчас там есть такая база, там значит рокеры чего-то они пилят, чего-то они поджигают, там делают. Пойдите, посмотрите, там уже какой-то автомобиль стоит. Я пришел посмотреть автомобиль. В автомобиле сидел человек. Я сказал, ладно, автомобиль там этот или этот, мы разберемся с другой. А ты-то кто? Они такие, они кто? Я механик. Это автомобиль, они что? Больше, больше, что я его практически споял. Я говорю, вот это замечательно, давай будем паять дальше. И дальше мы с ним стали паять. Поразительные, их просто нет, поэтому я считаю, что он долго пускать. Поразительные двое ребят, которые снимались в картине. Даня, как второго с вами я забыла? Эдик. А? Эдик. Эдик. Да, Даня и Эдик. Это поразительные ребята. То есть я тоже как бы начал очень все серьезное, так сказать, как положено. Давайте искать там дамов. Давайте искать, давайте моих яд. Поднял такие. И все это были как бы очень хорошие люди, очень хорошие люди, но они как бы уже были такие звездные дамы. А я хотел какого-то очень простого. Не тоже как вот Илюша наверняк часть машины. Я таких же хотел ребят, которые являлись бы частью заболевания, но на самом-то деле это очень мощная и благородная часть этого заболевания. Понимаете? Вот я приехал в обычный самый спец детский дом, тоже где-то под Севастополем, в Блачисарае, и сказал, ну да, и я решил применить тот способ, который когда-то изобрел в процессе поиска героев для фильма «Сто дней после детства». Так, кстати, я Таню нашел Дробич. Я разбил на квадраты Москву и стал ездить по школам по-московски. Причем ездить ничего-то там такое кастинг, а значит заходить просто к директору школы, директор школы со мной заходил в класс, все вставали, и пока он говорил «Вот, к нам приехал там», у меня достаточно было времени, чтобы посмотреть лица. А лица талантливых людей это особая совершенно категория, особая история. У них не просто звезда на лбу горит, у них прямо такой значит сверхмощный вообще дизайн лба. Видно сразу, видно сразу. И я нашел Даню, с Даней мы поговорили, и я говорю «Вот я, Даня». Прямо там, никакого кастинга. Я говорю «Вот я, Даня, хотел бы взять, попросить, чтобы он мне помог подать санат». Этот директор школы сказал «Даня хороший мальчик, но у него совсем хреновые дела жизненные, он ничего не сможет сделать, ни мамы, ни папы сказать. Поэтому мы найдем какого-нибудь хорошего Даня, хорошего, настоящего». Я говорю «Нет, я бы хотел Даню, я бы хотел Даню». Кстати, очень не случайно здесь второй продюсер Наташа, которая занимается фондом психического здоровья, психического развития человека. Это так важно, это так важно в общении со всеми знаниями, потому что мы все в какой-то степени, конечно, да, он, конечно, да, Вот. Ну, просто важно понять, в какой степени. И этот Даня говорит в ответ на то, что я сказал, ну, не важно, я бы ее очень мог это взять. А он говорит, я пойду, но только с моим товарищем. Я без товарища не хочу сниматься. не было в сценарии там никакого товарища, но он появился, потому что они в здании приехали на съемки. И смотреть на них просто, это было такое наслаждение, потому что они точно такие же, как мы, только лучше. Это как, вот, Чуковский, помните, или Маршарх, по-моему, сказал, когда я его сказал, а как нужно писать для детей? Так же, как для взрослых, только лучше. И они такие же, конечно, как мы, только лучше. Ну, сильно лучше. Поэтому вот это общение тоже с ребятами, с как бы, которых мы так самонадеянные, развязаны, убеждены, что они, да, их нужно в специальном каком-то там держать, не знаю, там, в закутке, где они будут сами развиваться. Да нет, нас нужно помещать как можно чаще в этот закуток. В этот закуток. Там очень хорошая атмосфера и очень хорошая. И вот, например, в финал картины, я ему сказал, значит, ты можешь сейчас уходить из детского дома, унесешь чемодан, унесешь чемодан там туда-сюда. Он говорит, как? Я не буду в последней съемках. А мы действительно так получили, что была и в последней съемках. Он говорит, нет, я не буду сниматься без Эдика. Вот с Эдиком буду, без Эдика. Так появился Эдик, вот здесь вот в конце. Так появилась вообще, вся эта важнейшая история не для кино. Кино, ладно, кино. Ну, такое, другое. Мы как-то толкались, я помню, с Кабахинца у дома кино, на какой-то просмотр прорывались. Давно? В 60-е годы. И случайно остался лопаток. Ну, где-то там друг к другу. Он говорит, слушай, это маразм, проще же самому чего-нибудь снять. Вот, понимаете, проще действительно самому чего-нибудь снять, вот, чем отстаивать бессмертные, бессмертные какие-то, так сказать, вообще истории той или иной картины. А вот счастье встреч таких, как... В чем я... Я думаю, Даня выносит чемодан, я думаю, на как будто где-то я видел вот этот вот способ вынесения чемодана. Кто-то это... Куда-то изнаю этого человека, кто вот так вынес чемодан и так его кидал. И я не мог сразу вспомнить, но вспомнил Иннокентий Михайлович Маттоновский. Он совершенно Иннокентий Михайлович Маттоновский. Чистейший Иннокентий Михайлович. Абсолютно Дауч, кто был великий Даун и Катерина Генгиха Михайлович. Извините, что это было. Спасибо большое. Я не хотел поспросить... Можно я прям пару слов? Внимание на другую часть зала. Постародчане взяли на руку. Не понял. Вы не обращаете внимания на эту часть зала. Я прошу прощения, я просто сказал, что наши актеры что-нибудь поговорили. Можно я прям пару слов? Конечно, пожалуйста. После того, что сейчас как Александр сказал, после всей экспрессы, мне очень импонирует, что Сергей Александрович, сейчас как-то рассказывал историю, как нашли молодых, самых юных актеров в фильме, много-много раз повторил, что ему хотелось Дауна, ребенка Дауна. В фильме речь идет об аутистах, мальчишке об аутистах. Я благодарна Сергея Александрович за то, что это прозвучало сейчас так, потому что это не важно, дауна, они аутисты, они страдают какими-то другими заболеваниями, или не заболеваниями, а просто имеют особенности, или это дети, которые в запутке. Это не важно. Важно как раз то, что удается нарисовать живым полотном, что это просто дети, это люди, и они очень трепетные, очень искренние, и они правда очень органичны в кино, и это не важно, какой героик на них навешивали люди, взрослые, совершенно не важно. Вот, в общем, маленькое выполнение. Спасибо. Спасибо, Наталья. Я же вам вопросы издала с левой стороны. Арекий, пожалуйста, пожалуйста. Где у нас микрофончик? А можно так, да? Здесь, пожалуйста. второе. Спасибо большое за фильм. Работает ли? Да, да, работаю. Спасибо, я здесь. Вижу. Спасибо за фильм. Я с большим интересом его смотрела. Тэп, пожалуйста, присед. Как? Представьтесь, пожалуйста. А, простите. Мэнси Комби, Университет Питтсбурга. Я вижу в вашей картине две линии. Первая линия это толерантность к людям во всем своем разнообразии, а вторая линия это военные упражнения. Если это не антивоенная картина, могу согласиться, то какая связь между толерантностью и эти военные упражнениями. Спасибо большое. Да нет никакой такой связи. Я просто знаю, что там в 60-м году меня в армию забирали, а в чуть позже там прямо со съемок станционного смотрителя забирали в армию президента в московском государстве Никита Сергеевич Михалков прямо в мобилии родственнице, в котором он играл. И вот мы как-то мучительно долго провожали Никита Сергеевич в армию. Он не знаю, недели больше, месяц, по-моему, приходили на сборный бунт, обнимались, прощались, играли, прощались в армию и потом возвращались все назад. И тогда вот у меня очень сильно впечатлилось, что есть такая константа, понимаете, в нашей жизни. Константа. Настанет вопрос в момент, когда нужно будет идти в армию. Поэтому я у меня нет, у меня совершенно не там, нет, я пацифист, не нужно, ходить в армию. Наоборот, я там, патриот, нужно ходить с автоматом в армию уже прямо сготовлен. Я не знаю, нужно, я не знаю, как будет развиваться жизнь. Я знаю только одно, что это вещь, которой никто не минует. Игорь, меня так обрадовался Геласину, который я попросил что-то ничего не сказал. Вот Геласин мне сказал, да, у вас там точно написано, потому что если говорить вот так четко и всерьез, что откуда взялись Кеда, ну не Кеда его рассказали. Это я провожал сына в армию, потом приезжал. Там есть живая пульсация не того, что это хорошо или плохо. Это есть. Это есть. И это будет. А что будет происходить там внутри? Главное, чтобы не было войны. Главное, чтобы все мы были живы и все наши были живы. И все не наши, наши тоже были бы живы. Спасибо, Александр Иванович. Андрей, я хотел все-таки, чтобы вы продолжили наш разговор, немножко опоздали. Какова была ваша реакция, когда Сергей Александрович предложил вам сотрудничество? Я чуть-чуть сейчас разовью мысль Сергея Александровича, то, что он отвечал коллеге из Спитбурга. Действительно, рассказ был буквально в дни, когда мой старший сын ходил в Адмуре. И ни в самом рассказе, ни в фильме нет действительно никакого ни антивоенного, ни патриотического папуца. Это просто история о том, как к человеку приходит момент испытаний, и в этот момент испытаний он должен найти достойно. И дальше вопрос, как он выйдет из этого испытания. Вот, собственно, и все. Так и мой старший сын служил в армии, и мой младший сын уже демобилизовался. То есть вопрос только, с каким достоинством вы переносите непростые испытания. Вот об этом был рассказ, и я так понимаю, что и в фильме Сергея Александровича было бы там никаких политических задачей не ставилось. Вот, а в ответ на вопрос, как я узнал про эту историю, ну, Сергей Александрович позвонил, сказал, я снял кино по вашему рассказываю, то есть там не было особо каких-то предложений, он просто сказал, ну, уже снимаем кино, и я сказал, это очень хорошо. Спасибо, спасибо. Ну как здесь? Правда, правда. Прошу вас, кто-то хотел? Я хотела. А, пожалуйста, пожалуйста. Извините, пожалуйста, да, мой вопрос уже, конечно, видоизменился давно. Микрофон. Ну, это извините, может, представься. Для киноведовкиногритика, Дина Райбин. Мой вопрос уже давно видоизменился, потому что никак не могла под микрофон. И все-таки для меня очень важно, может быть, для кого-то еще. Есть литературное произведение, пришел Андрей, и вот есть вы. И я знаю, как вы пустяще пишете. Мне интересно не как вы разрабатывали, как у вас вырастали новые персонажи, мне интересно, что вы сделали с текстом, что вы дописали в смысле текста. И, наверное, Андрей все-таки это видел и читал. Нет, но я фильм видел, естественно. Да, уже он готов видит, потому что мы не могли сказать. Там и написал. Я могу сказать сразу, дочь Сергея Александровича, там написана блестящая сцена, блестящий монолог про то, что Аглая делает разговоры девушки в трусах. Вот это написано? Да, о девушке в трусах у меня на этом тексте не было. Разговор с Бастой блестящий просто и тоже написан. У меня коротко написано, что девушка говорит. Браво. Да. Девушка говорит, что типа, а может быть, это семья голубых, что вы к ней блистали? И все, на этом тема была закончена. Сергей Александрович написал просто поэм. И еще один вопрос, позвольте себе просто пошутить. Ну как это так Аглая у вас не пела в таком поющем фильме? Спасибо. Я жду комментарий от Аглая. Да, будьте любезны. Почему я не пела? Ну, здесь шла речь, ну как создавалась эта картина, я так понял, что она поялась, и это была ворожба. Вот как вы участвовали в этой ворожде и процессе паяния, которое я сам сейчас мучил. Ну я не боялась, наоборот, у меня возникла взаимная любовь к Сергею Александровичу сразу. Он меня встретил, правда, не на юмиле, а на золотом орле. Притом, сцепился к меня сразу на сцене, в городе, я предложила ему за кулисы про это поговорить. А Сергей Александрович сразу стал мне говорить, что я ему очень нужна на сцене. Когда я получала Санислав Сергеевичу Поворотовину приз, за вклад какой-то, я не помню. И Сергей Александрович, потому что ему надо было выйти на сцену, тоже поздравляю Санислав Сергеевич, но Сергей Александрович про все забыл, вцепился в меня и мы стали с ним разговаривать. Потом я его подождала, сказала, ты мне срочно нужна. А потом ко мне так ни один режиссер не приезжал, я снималась в Крыму, в другой картине, мне звонит Сергей Александрович, я с моего Сергея Александровича, он говорит, ты где? Я говорю, в Крыму. Он говорит, я тоже. Где ты находишься? Я говорю, в Каче. Сейчас мы приедем. Ровно через 40 минут приезжает Сергей Александрович с Мафеем. Это был моя первая знакомая с нашим гениальным оператором. С цветами, моим цветами, как в Крысе, и со сценарием красивой, все в переплете. Вот, почитай, ты помнишь, да-да-да-да. Вот так мы стали и дальше мы с ним стали общаться. Сергей Александрович, я была счастлива, что мне встретился первый режиссер, который вообще не пытается сделать так, чтобы я и себя меня корежила. Его абсолютно устраивало мое существование. Почему? Потому что я возникла из воздуха. То есть мой внутренний мир совпал с тем, что хотел, наверное, Сергей Александрович, большое счастье. Потому что, наверное, это мой первый опыт в такого рода кино, и где моя органика, по сути, это я. Вот в фильме я так существую в жизни, скажу вам честно, то есть очень с любыми глазками, я не очень, как сказать, эмоционально. и я безумно благодарна Сергея Александровичу, что он вообще, по сути, мне не то, что не мешал, а он меня так тихонечко наставлял, и говорю, да, вот здесь чуть-чуть меньше, чуть больше. Но это вот было настолько все вот... И, конечно, было очень сложно работать с детьми, потому что ты понимаешь, насколько это бездарен. Потому что детей переиграть было невозможно, для них не существовало слово «мотор начали», они как жили, так, собственно, после «мотор начали» они продолжали существовать. И я надеюсь, что когда-нибудь я достигну такого уровня, как актрисы, как эти дети. Спасибо большое. Вы что-то хотите добавить от себя, ребят? Я к Владу Матюрову прощаюсь. Да, да. Будьте любезны. Николай, ты ли? Николай. Да, я хочу добавить, прежде всего, я хочу вернуться к теме ребят и обратить внимание на последнюю сцену, когда Даня уходит, его забирают из детдома, а Эдик остается. И я хочу обратить внимание на то, как он поражает эмоции. То есть сначала улыбается, это можно заметить, после этого он уже грустит, все это реально, все это подлинно. И он это не играет, он действительно это чувствует. Вот я считаю, что это самое самое высшее вообще, что можно уменить. А я вот еще хотела добавить спасибо Коле, потому что у нас очень сложно давали сцены, где мы едем в машине в открытой. Даня очень боялся, он не понимал вообще, что происходит, этот шум машины, и мы никак, ни Сергея Саныча, ни Яре, ни Илюша, вернее, не могли никак с этим справиться. Он все время звал свою воспитательницу, и он очень боялся, и Поля просто нашел потрясающий подход к Дане, и стал придумывать, что это не приведало, что мы куда-то едем. И Даня настолько рассуждает, что на самом деле большое спасибо Коле, что он нашел к ним такой подход в игре. Правда, это уникально, и мы все учились как-то с ними найти этот контакт. Да, я хочу сказать, что вообще вся съемочная группа знакомилась так с ребятами, и просто стала вместе с ними одной большой семьей. И это самый большой опыт, я считаю. Спасибо вам большое. К сожалению, мы должны заканчивать нашу пресс-конференцию, она нас очень-очень затянула. Мы сейчас поломаем все наше расписание, я думаю, что разговор об этой картине будет продолжаться в кулуарах, на большинстве всего фестиваля он будет покажен еще раз. Огромное вам всем спасибо тем, кто пел, тем, кто сочинял музыку, тем, кто стоял за камерой, тем, кто играл, тем, кто, естественно, возглавлял, тем, кто писал, тем, кто возглавлял творческий процесс. Спасибо, процесс. Спасибо вам большое. Несколько фотографий на памяти и мы уступаем на экран. Покажем очередной из наших программ. Спасибо. Спасибо. Уважаемые господа журналисты, фотографии по фильму находятся в пресс-центре. Спасибо. Спасибо.